Приветствую вас, и давайте мы с вами попробуем последовательно разобраться с тем, что у вас происходит. Значит, вы пишите, не могу найти себе девушку. Сразу возникает вопрос. Зачем вам, девочка, для чего она вам нужна? Какое значение для вас она имеет, и почему вы так активно хотите ее найти? Это первый и самый важный вопрос. Понимаете, значение для вас, девочки, оно на самом деле очень важно. Потому что, если вы нуждаетесь сами в девочке, если вы нуждаетесь в ней, то это всегда для чего-то, а это всегда удовлетворение своих потребностей. И тогда получается, что вы на самом деле нуждаетесь не в девочке, а в тех желаниях, в удовлетворении, точнее, тех желаний, которые она, по вашему мнению, должна вам дать. То есть вы хотите быть девушкой ради того, чтобы она помогла вам удовлетворить ваши определенные желания. Это первое, о чем я хотел бы вам сказать. Идем дальше, и говорим следующее, что все, кто есть с вами, начинают обещать. Что обещают? Не совсем понятно. И после недели, недели или двух, начинают вас игнорировать. Почему начинают игнорировать, что заставляет их игнорировать вас, и так далее. Попробуйте проанализировать свое поведение относительно этого контекста. То есть, что заставляет девушек вас игнорировать. Какие поведенческие элементы вы используете для того, чтобы... Ну, условно говоря, для того, чтобы быть с девочкой, да? Вот, условно говоря, для того, чтобы быть с ней. И постарайтесь вот этот момент для себя проанализировать. Он очень важен. Именно в нем вы увидите те аспекты, которые вы делаете неправильно. Начните с анализа своего мужского поведения и с представления о том же, что есть в мужское поведении. Начните с того, какую женщину вы хотели бы видеть рядом с собой и почему. Начните с того, какое поведение должно быть у девушки. И, наконец, начните с того, вы определите, что вы должны делать в отношениях, а что должна делать девушка. И, опять же, почему. Вот это все является принципиально и кардинально важным. А, естественно, думаю, что нельзя не согласиться с коллегой, которая говорит, что вам нужно проанализировать свои отношения со всеми близняющими родственниками. Это тоже нужно сделать. То есть вам, по сути, предстоит работа по выявлению каких-то определенных комплексов. И вам, по сути, предстоит работа по личностному росту для того, чтобы не воспринимать девушек так, как вы сейчас их принимаете. Ну, для этого необходимо, конечно же, для начала определить именно значение этих девушек из-за вас. То есть, что вы хотите вообще от девушки получить для себя. И вот, если вы хотите от них получить для себя, то вы не получаете самостоятельно. Посыть это делать. А так получается, что вы от них зависимы, вы не интересенны знаете, девочке это не нравится, и она начинает вас игнорировать. То есть она независима. Для этого необходимо обрабатывать те аспекты, которые я вам привел. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к Магу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.